Реа-новости. Подкасты. Заговор классиков. Главный русский просветитель XVIII века получил первичное образование от деревенского дичка. Заленность, исключенная из гимназии, в начале царствования Екатерины Великой прославился своими сатирическими журналами. Известный масон, противник крепостного права, запустил успешный механизм издательского дела. Императрица сменила милость на гнев за публикацию неугодных книг, приговорен к смертной казни с заменой длительным тюремным сроком. Вышел на свободу больным стариком, закончил жизнь помещиком в деревне. С середины XIX века считается гордостью нашей культуры. На веков. Как просветить Россию? Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. И я, Анна Качарова. Ну что ж, наш сегодняшний герой – фигура очень важная в нашем заговоре, хотя, может быть, он и не был таким уж прямо известным писателем, но человеком, который, как вот, Виктор, вы сказали, запустил механизм. И этот механизм начал работать. Николай Иванович Новиков, напомним, годы жизни 1744-1818. Но вот, читая о нём, главное, что встречаешь в первую очередь – это первый русский просветитель. Ну или, по крайней мере, один из главных русских просветителей. Так ли это? Конечно, он главный и по своему уму, и настойчивости, и, главное, успешности. Он что-то сделал такое, что, можно сказать, сдвинуло Россию с мёртвой точки в плане книги издательства, в плане журналов самого разного, я бы сказал, сатирического направления. Очень острых. Вообще, такие острые журналы, когда я стал читать сейчас, думаю, ничего себе. Такие острые журналы не всегда в России. И в XIX веке-то после реформ Александра II появлялись. В общем, яркая такая, нестандартная личность, о которой хочется говорить. А главное, что в нём есть такая невероятная спонтанность. То есть, это просветитель как бы нам всем в радость, а не в такую скуку, знаете. А давайте ещё обучимся этому. Да и жизнь у него была такая, прямо скажем, нестандартная. Начнём с неожиданного. Несмотря на то, что он был просветителем, он не знал ни одного иностранного языка, а был великим просветителем. Это действительно поразительный факт. При этом издавал огромное количество переводов, да, то есть обладал, видимо, каким-то фантастическим чутьём, что нужно издавать и что будет интересно читателю. Интересно, что он, пользуясь огромным успехом среди, условно говоря, дворянской интеллигенции конца века, совершенно поразительным чутьём своим понял, что России нужен третий класс, то есть купечество, предприниматели, и настаивал на этом. И, с другой стороны, после того, как у него случилось несчастье, о котором мы поговорим, Екатерина вспесилась по поводу его произведений, по поводу его отношения к крестьянам. Естественно, он был ярый антикрепостник, попал в тюрьму, и в какой-то момент был забыт. Но, вы знаете, уже Белинский очень чётко его характеризует, и, может быть, мы начнём с того, что послушаем нашего Белинского. Белинский писал в 1834 году. «Царство Екатерины II было ознаменовано таким дивным и редким у нас явлением, которого, кажется, ещё долго не дождаться нам грешным. Кому неизвестно, хотя понаслышке, именно веково. Как жаль, что мы так мало имеем сведений об этом необыкновенном, и, смею сказать, великом человеке. У нас забывают о благодетельных подвигах человека, которого вся жизнь, вся деятельность была направлена к общей пользе». Виктор, знаете, на самом деле в наших программах, а мы уже сделали очень много выпусков нашего заговора классиков, мы постоянно к Новикову возвращались. Его фамилия мелькала так или иначе в программах о его современниках, и о Радищеве, и о фанвизне, и так далее, и так далее. Да, это правда. Именно поэтому сегодня мы обращаемся к нему самому, хоть он и, может быть, не написал множество каких-то произведений, не оставил нам такого большого наследия, в чём же вот его роль в нашем заговоре классиков? Почему он в этом заговоре оказывается? Я думаю, он самый главный заговорщик XVIII века, просветитель и заговорщик, потому что он, в принципе, под видом сатирического издателя, под видом человека, который издаёт книги, направленные на просвещение третьего сословия, помимо дворянского. Он, конечно, очень серьёзный радикал, если не сказать революционер. То есть сатирик и одновременно человек, который хочет изменить, да и, в общем-то, надо сказать, достаточно сильно подвинуть эту монархию. Ну уж не говорю о том, что он бы хотел сначала, наверное, такой монархии просвещенной, а потом он, конечно, хочет и монархии уже связанной с определёнными конституционными началами. Он сильный и активный человек, который вместе с Фан Визиным и Радищевым представляет собой вот этот самый конец XVIII века, который был в какой-то степени шоком для либеральной Екатерины II. Ему же многое удалось сделать, правда? Ему удалось многое сделать, и, надо сказать, он ещё довольно чётко, я бы сказал, в какой-то степени картезианский, то есть как Декарт русский, расставлял акценты. То есть игры его разума были очень плодотворны. Ещё в те времена считался унизительной профессорой, обслуживающей власть. Что надо сделать писателю, чтобы обладать каким-то собственной гордостью, собственным достоинством? Давайте послушаем эту цитату. Кажется, и просто говорит, и очень по делу. Каждый писатель должен иметь два предмета. Первый – научать и быть полезным. Второй – увеселять и быть приятным. Но тот превосходным долженствует почитаться предобоями, который столько счастлив будет, что возможат оба сии предмета совокупить воединой. Рассуждение публики о писателе утверждается на тех же двух предположениях, и он почитается тогда счастливым, когда признан публикою он их исполнителем. Но при всей своей вот этой, казалось бы, серьёзности, ну и действительно, наверное, серьёзности, при всём том, что у него, наверное, было какое-то очень чёткое понимание того, куда надо идти и что надо делать, он ведь был ещё человеком очень таким, видимо, искромётным и лёгким. Я, кстати, где-то прочитала, что первоначально Радищеву, которого он публиковал в своём журнале, до личного знакомства говорили, что он очень такой даже нудноватый, скучноватый человек, и каково же было удивление Радищева, когда они познакомились, и пред ним Новиков предстал совершенно иным человеком. Во-первых, надо сказать, что даже внешне в Новикове есть какая-то своя удивительная порода, ведь он же был дворянин, но не из какого-то старинного рода. И, в общем-то, казалось бы, ну да, подмосковный дворянин, ну и что? Но есть какой-то удивительный шарм в его лице, какое-то удивительное достоинство, и одновременно есть какая-то усмешка, которая просматривается в глазах. И я, когда стал готовиться к нашей программе, понял, почему. Потому что в нём есть удивительная ирония. Он какие-то вещи рассматривал очень серьёзно, но, с другой стороны, иронизировал над отношениями полов. И посмотрите, у нас есть заготовленная цитата, как он это умел обыграть. Ах, я погиб. Моя жена изменяет мне. Она меня больше не любит. Ах, в каком я мучительном нахожусь состоянии. Каким опытом, каким доказательством и каким клятвам поверить можно, когда её были ложны. Любовь её ко мне была беспредельна. Ежечасно видел я умножающуюся ко мне её горячность. Поминутно видел новые ласки. Я вкушал на и сладчайшее удовольствие быть любиму страстно. Но, ах, всё это миновалось, и осталось мучительное только одно напоминание моего блаженства. О, проклятое, вольное обхождение! Ты одно могло отнять у меня жену. Ах, как я несчастлив, что не могу позабыть сию неверную. О, женщины, женщины, вы меня больше не обманете. Продолжаем разговор о Николае Новикове. Та вот цитата, те строки такие иронические, которые мы привели только что, они же не случайны были. Они не случайны. Он не был моралистом, знаете, вот что приятно, не был назидательным. Нет, наоборот. Он был сатириком, который высмеивал, в общем, нравы. У него, в общем-то, вместе с Ван Визином была идея посмотреть, а что же такое с собой представляет вот это дворянское общество. И там есть прекрасный, совершенно в Трутне, такой пассаж, когда такой лавелаз, щёголь. И в театре встречается с двумя молодыми женщинами, начинается разговор, и к его ужасу выясняется, что и та, и другая его любовница. Причём так и называется, прямо. Пикантная ситуация. Пикантная ситуация, что они актуальны его любовницам. И сначала он сам впадает в какой-то стопор, краснеет, бледнеет, как говорит, на веков. Но потом уясняется, что всё-таки главная борьба происходит между этими двумя молодыми девушками, как будто они вытаскивают из волос такие шпильки и начинают друг друга колоть, и лавелаз убегает, и их борьба продолжается. И мне вот здесь кажется очень важным, что помимо каких-то серьёзных моментов просвещения, он ещё совершенно чётко реагировал на какие-то бытовые подробности, которые проходят столько времени, ты на них останавливаешься и думаешь, какой ты молодец, какой ты хороший писатель. То есть легко это всё сегодня читается? Нормально читается. Ну, естественно, это всё равно понимаешь, что это до Пушкина. То есть ещё на языке есть какая-то тень прошлого, но с другой стороны видишь, что ему самому было весело. То есть он издал сатирические журналы, в которых был и юмор, а значит, это не только борьба с самодержавием, а это ещё встреча с человеческой природой, что самое интересное, что может случиться у писателя. Но помимо юмора и развлечения, он, в общем, делал довольно резкие шаги и печатал авторов, их произведения, которые, в общем, вызывали недовольство властей. Зачастую среди них был, например, и Фан Визин. Надо сказать, что в нашей передаче о Фан Визин мы вспоминали это произведение, так вот как раз его и напечатал Новиков. Это разговоры Фан Визин со своими тремя слугами. И кусочками сейчас процитируем, и не мудрено, что Екатерина сбесилась, причём, кстати говоря, именно эти слова подходят. Это не то, что, знаете, мы преувеличим. Она сбесилась, и журналы один за другим захлопывались. То есть они долго не продолжались. Ну, то есть она закрывала один, она открывала другой, и дальше происходило то же самое. Давайте послушаем Фан Визин, за что, собственно, журналы были практически закрыты. Я говорю про Трутин. Стихи Фан Визина «Послание к слугам моим» Шумилову, Ваньке и Петрушке распространялись в рукописи. Новиков решил их напечатать. Автор спрашивает своих слуг, на что сей создан свет. Ванька, бывавший в Москве и Петербурге, так изложил свои впечатления от современного общества. Попы стараются обманывать народ. Слуги – дворецкого, дворецкие – господ. Друг друга – господа, а знатные бояре нередко обмануть хотят и государя. Действительно, гнев Екатерины, недовольство тем, что делал Новиков, всё это трагически повлияло на его жизнь, потому что в итоге он был и арестован, и приговор был жестокий. Но до этого ещё был переезд в Москву, работа в типографии, и много всего хорошего было сделано. Ой, конечно. И здесь тоже были парадоксальные ситуации, когда Екатерина-то ждала каких-то доносов на него, а люди о нём писали хорошо. Вот это совершенно, конечно, потрясающая история. Конечно, его жизнь связана с Екатериной. Надо сказать, что он в ранней молодости был таким повесой, несмотря на то, что он грамотно-то хорошо знал, его деревянский десчок обучил. Но потом его выгнали из гимназии за неуспеваемость, за ленность. Вместе с Потёмкиным, по-моему, их отчислили, да? Да. Как двоечников и прогульщиков. Потом его, значит, зачислили в армию. И первое повышение на армейской службе было, когда он охранял подвесной мост во время той памятной ночи, когда Екатерина пришла к власти. Он стал унтер-офицером. Дальше стремительным образом он стал сближаться с новой властью, и Екатерина втянула его в разработку нового уложения, то есть фактически такой как бы в доборцовой конституции. И он в этом участвовал. Ну и дальше пошли журналы сатирические. Сначала это было на радость всем, потом началась борьба. Ему пришлось уехать в Москву. Там он стал поразительным, кстати говоря, книжным издателем. Поднялись тиражи. Он возглавил уже здесь типографию в Москве, да? Да. Печатались самые разные книги. И тогда Екатерина запросила о нем справку, каких же он сам придерживается позиций. Потому что, естественно, кому-то казалось, что он безбожник, атеист и, в общем, революционер. И вдруг неожиданно московский архиерей Платон пишет такую, я бы сказал, пронзительную характеристику навекову. Всемилостивейшая государыня императрица, я одолжаюсь по совести и сану моему донести тебе, что молю всесчедрого Бога, чтобы не только в словесной пастве Богом и тобою всемилостивейшая государыня мне вверенной, но и во всем мире были христиане таковые, как навеков. Надо еще сказать о том, что он был ведь членом масонской ложи и сразу же занял там довольно высокие позиции. Человек с такими прекрасными философскими данными, конечно, занял важную позицию, и, кстати, он принадлежал вот к этой ложе мартинистов, которые считали, что человек живет для того, чтобы сблизиться с Богом, что, в общем-то, такие оптимистические прогнозы, сведемся обязательно, но для этого надо исправить общественную и внутреннюю ситуацию человека для того, чтобы у него были возможности показать, что он действительно венецтворение. То есть это довольно, условно говоря, прогрессивное направление в масонстве, и он его, если не возглавлял, это возглавлял тоже знаменитый Шварц, то он был там казначеем в этой ложи. Ну, это вообще очень ответственное дело, да, с деньгами всегда иметь. Да, но я хочу особенно подчеркнуть, что, конечно, благодаря ему книг стало печататься значительно больше, и он даже по выручке стал конкурировать с модными лавками Кузнецкого моста в Охак, куда улетело просвещение. Это просто успех настоящий. И он же еще способствовал созданию гильдии переводчиков, да, обучающей филологов и так далее, и собирал деньги, и, в общем, деятельность была его очень разноплановой. Да, и в газете «Московские ведомости» у него было приложение, в котором печатались самые разные сведения о науках и искусствах, это было что-то такое, что не просто казалось «пойду-ка я просвещу», а это было конкретное просвещение. И мне кажется, вот отвечая на вопрос нашего названия «как просветить Россию», можно сказать «а вот спросите у Новикова, он это сделал». Вы знаете, я вот сейчас слушаю вас и понимаю, что примерно такой рассказ мог бы существовать у человека, там, я не знаю, конца XX века, начала XXI, очень деятельным, прогрессивным и знающим, в чём ценность образования. Вы правы. И посмотрите, у него же всё очень конкретно. Он совершенно не развалил, разлюли малину, он был успешным. И, конечно, когда после французской революции началась, как раньше говорили, реакция Екатерины II, то он попал под нож. И тут начались проблемы, в 1992 году он был арестован. Но об этом продолжим разговор буквально через несколько секунд. И вот это противостояние с Екатериной, оно в итоге, как, в общем, наверное, и следовало предполагать, закончилось поражением Новикова и его заключением. Там было два момента. Ну, с одной стороны, эти книги, Екатерина вообще заволновала публикация старинных русских рукописей, языческого содержания, она посчитала как раз это антихристианскими. Да-да-да. И кроме того, там были нервожайные годы, и наш герой Николай Иванович, он помогал своим крестьянам, еще раз подчеркнем, что он был отчаянный такой борец с крепостным правом, и он каким-то образом через свои фонды, назовем это современным словом, помогал крестьянам выжить. И благодаря нему довольно много людей было спасено. Это тоже вызвало злобу Екатерины, потому что он показал государству пример. Она такого не могла сделать в размахе стороны, а он показал. В результате был нанесен удар, его доставили в Петербург, представьте себе, даже пытали. Следователь, который с ним разговаривал, подчеркнул удивительные его черты. А давайте послушаем, что же этот следователь подчеркнул. «Новиков вчера к вечеру ко мне доставлен, и я вопрошал его в силу высочайшего вашего императорского величества указа, где он приобрел имение, а к тому открывшиеся обстоятельства, и мучаясь с ним более трех часов, не мог больше добиться, как что из прилагаемого здесь в копии его допроса увидеть соизволите. Такового коварного и лукавого человека я, всемилостивершая государыня, мало видал, а к тому ж человек натуры острый, догадливый и характер смелый и дерзкий, хотя видно, что он робеет, но не замешивается. Весь его предмет только в том, чтобы закрыть его преступление, и с великим трудом довести я его мог, что он признался, что запрещенные книги продавать велел. Характер смелый и дерзкий, это уже мы действительно поняли даже из такого, в общем, непродолжительного разговора о нем, что он человеком был смелым, дерзким и не подчинявшимся каким-то высокого начальства, скажем так. Давайте скажем о том, что Екатерина дошла до того, чтобы он был приговорен к смертной казни, то есть над ним нависло самое страшное наказание. А благодаря чему потом сменила она решение? Говорят, и, по-моему, правильно говорит, что Новиков в истории России первый создал общественное мнение. То есть возникла благодаря его книгам, благодаря вот этим кружкам, которые возникали, книгоиздательным и так далее, возникло общественное мнение. И одним из выразителей этого общественного мнения стал Карамзин, который написал оду к милости, которая, надо сказать, умоляла Екатерину, будучи императрицей, но при этом человеком с поразительно либеральным началом её карьеры императорской, всё-таки спасти нашего героя. И это замечательное произведение, мы сейчас послушаем отрывочек из него и подумаем, что было дальше. Какая ночь не озарится от солнечных твоих очей, какой мятеж не укоротится одной улыбкою твоей. Речёшь, и громы онемеют, где ступишь, там цветы олеют, и с неба льётся благодать. Помогло это как-то смягчить ситуацию, или всё же нет? Наш герой избежал плахи, но всё равно наказание было зверское. Это 15 лет заключения и жестокого заключения, из которого он просидел за эти 15 лет 4 года, только потому, что Екатерина умирает, и к власти приходит Павел, и Павел в первый же день отпускает Новикова, и Новиков отправляет в свою деревню. И в этой деревне он становится известным садоводом и огородником, но общественной деятельностью он до конца своей жизни уже не занимается, он только жалуется на свои болячки, ему тяжело, есть письма того периода, он совершенно не упоминает в этих письмах, ну, напрочь, никакой своей общественной деятельности, переживает вторжение Наполеона, он оказывается, по сути дела, в тылах Наполеона, никуда ему ехать невозможно, у него там какие-то долги бесконечные. То есть был сломлен абсолютно, да? И в тиши умирает в 1818 году и, собственно, можно сказать, только в 30-е годы потихоньку, благодаря Беринскому, о котором мы вспомнили, начинается возрождение его имени и уже при Александре Втором, как мы и заявили в начале нашей программы, он у нас уже гордость русской культуры. Известный издатель, человек, не знавший языков, но при этом издававший иностранную переводную литературу, совершенно очевидно обладал каким-то потрясающим чутьем, выпускал журналы, писал туда и так далее. Что еще? Чем важен, если как-то суммировать? Мне кажется, что он такой пример, что просвещение это не сухая наука, это прежде всего активность, это поиски адресата, что у него получилось, это купечество, тот самый средний класс, пружуотея, которая рождалась, это желание, чтобы книга стала не просто достоянием какого-то сословия, а превратилась в общероссийский феномен распространения. И это, кстати, же получилось у него, да? И это получилось, да. И несмотря на то, что тогда было много безграмотного населения, собственно, книги после него стали показателем человеческой культуры. Все бросились читать. И до сих пор читают и читают и читают. Сейчас, правда, меньше, но в принципе, чем славится Россия? Она читает. Давайте вспомним, что писал о Новикове декабрист Николай Тургенев. Во главе движения, поднятого масонскими обществами, находился Новиков, человек очень замечательный и тем больше достойный почета и уважения со стороны друзей человечества, что он был мало оценен в стране, которую прославили его крупные и полезные произведения. Те из его современников, которые хорошо знали, которые могли видеть непосредственные результаты его стараний, его деятельности, часто скорбели о безразличии русской публики, которая позволила этому апостолу добра стареть и умирать в уголке обширной империи, забытому, бедному, одному, подавленному тяжестью несчастьей. Они всегда краснели от стыда за неблагодарность русской литературы, которая не нашла ни слова утешения человеку, которому она стольким обязана. Виктор, но действительно очень важный момент, который вы сейчас ответили, что он не был скучным. Просвещение по версии Новикова, оно было в какой-то степени, как сейчас принято говорить, инфотеймент. Оно было и серьёзным, и развлекательным, а кроме того, оно было ещё афористичным. И вот давайте послушаем, какие афоризмы он выдвигает в своих журналах, и мне кажется, они очень по-современному звучат. И кроме того, в них просто угадывается глубинный ум и желание Новикова быть на поверхности жизни, не уходить в глубину в какие-то только философские или религиозные дела, мистические или связанные с масонством, а быть таким блестящим аналитиком действительности. Послушаем эти цитаты. Мужчина, который видит прекрасную женщину, не более имеет причины желать быть ее мужем, как и тот человек, который бы, удивляясь золотым яблоком в гисперийских садах, желал быть тем змеем, который их хранил. Искусившаяся во светском обращении женщина употребляет мужчин так, как искусный игрок в шахматы поступает со своими пешками. Он ни за одну не принимается, чтобы в то же время не обозреть и другую, которая могла бы принести ему более пользы. Многие говорят, что никогда не пьют вина или зрения, говорят, я никогда не читаю. Так для чего же не говорить им и того? Я безумец, я никогда не рассуждаю. Если попытаться для себя выделить, вычленить какие-то его идеи, позиции, чего он придерживался, философские какие-то воззрения, о чем мы должны обязательно сказать? Как ни странно, несмотря на то, что государство в лице Екатерины Второй предъявило ему чудовищные претензии, ведь Новиков развил очень государственную идею служения. Человек должен служить государству и человек должен служить Всевышнему, то есть, в общем, человек как служащий. И государство он должен служить таким образом, чтобы выделять в государстве свои нации особенные черты и не поддаваться каким-то влияниям с разных сторон. В то времени не мудрено, было очень сильное французское влияние, порой оно было очень поверхностное, и вот это высмеивание поверхностных черт французского влияния как раз постоянно присутствует у Новикова, как, кстати, у Фанвизина и у Радищева. То есть, он, по сути, такую поверхностность высмеивает. И вот в качестве примера того, как он высмеивает поверхностный галицизм, давайте послушаем довольно, на мой взгляд, забавную тоже из его сатирического журнала такую цитатку. Молодого российского поросенка, который ездил по чужим землям для просвещения своего разума и который, объездив с пользу, возвратился уже совершенную свиньею, желающие смотреть, могут его видеть безденежно по многим улицам сего города. Но всё же человеком он был серьёзным. Не нужно думать, что он исключительно только развлекал своих читателей какими-то афоризмами, параллелями с молодыми поросятами и так далее. На самом деле человеком был очень глубоким, мыслящим и серьёзным. Безусловно. И, кстати говоря, о Франции писал как о великой стране, интересовался философией Франции, интересовался Вольтером и Руссо, спорил с ними, критиковал, но одновременно находил какие-то серьёзные смыслы, заложенные в энциклопедистах. Неожиданно совершенно он, например, защищал роскошь. Удивительно. Казалось бы, вот он, как же так защищать роскошь? Он был человеком связанной с философией торговли, у него есть большой трактат о торговле, и он считал, что роскошь это двигатель к торговле, потому что стремление к роскоши разогревает торговлю, но одновременно говорил, что роскошь хороша в той же Франции, где есть разные степени богатства легитимного и предистрилигал Россию от такой нелегальной роскоши. Тоже было таким провидцем в этом смысле. Очень современный подход тоже. Вот я сейчас понимаю это, да. В этом плане действительно возникает такая парадоксальная философия основы французского просвещения. Да, такое глупое подражание нет. Естественно, всегда найдутся люди, которые скажут, он был против Франции, а с другой стороны найдутся люди, скажут, он вышел весь из французского просвещения. Нет, он вышел как раз из подмосковного поместья и собрав все усилия своей мысли, в общем, сделал просвещение именно русским феноменом. и за это ему, конечно, честь и хвала. Благоразумнейший монарх во своем выборе может ошибиться, но всевидящее не может обмануться. Следовательно, по справедливости можем мы то для себя великую честью почитать и тем гордиться, что Бог нас из многих других возможных веществ в человеков избрал, человеками создал и человеками сотворил. Несмотря на то, что его обвиняли в чем угодно, в том числе и в безбожестве, его основная позиция заключалась в том, что человек как служитель Бога и государства является очень важным элементом жизни на Земле, вообще космической жизни, и это возвышает его над прочими существами. Ну что ж, тут трудно с ним не согласиться. Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Кочарова. Слушайте эпизоды подкаста «Заговор классиков» на сайте rea.ru в приложениях Apple Podcast, Castbox или Soundstream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями. Заговор классиков